сейчас мы подключим наших зрителей которые тоже хотят поучаствовать данной беседе не буквально несколько минут на настройку я присоединись вы павел только сразу же хотели рассказать вам узнать у вас какой формат и попросить не перебивать когда ответы будут да конечно как вы планируете вести вы что-то будете высказывать со своей стороны потом и на тихоныч или вы будете вопрос задавать и слушать пока он не ответит потому чтобы не перебивали главное я слушать мы будем зачем нам спрашивать и не слушать какой смысл ну хорошо не переживайте какой-то регламент может у вас ну да и она заранее тогда это договоримся что если перри перебиваете то есть если будет перебив то все заканчивается на этим все сразу отрубаем я думаю мы можем итерациями до 1 сказал другой аргумент давайте так по пять минут примеру можно пять минут все допустим отсчет ведем пять минут закончилась все хоть на каком слове человек сразу прервается добро а если пять минут но когда все закончится все высказали все у кого чего осталось тот может до конца высказать то есть когда мы уже выбрать и подарил что-то вот по пять минут когда мы будем показывать там вот так пять четыре там три два один и потом когда все вот так будем показывать отлично буду прям таймер включать здесь и у нас все записывается в интернет выставляется вы не против мы за сейчас я отключусь видео и включусь мы тоже видео отключим свою вячеслав ты будешь на секундномере или я я вот только до 45 смогу но смотри можно потому что если ты будешь до конца то тогда конечно тебе из лучшие начинать и ввести до конца но я смогу до конца думаю да но все тогда ты это и виде блин то есть показывай ну хорошо а я тут некоторые ролики если надо будет показать подготовлю ну да да открыть там есть демонстрации или что-то или скинуть куда-то там по ссылке сделал демонстрацию и 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 Продолжение следует... 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 пишут что видно николай можете что-то сказать мир всем и радость во христе и случае скажите с уважаемые посмотрят в ю тубе слышно ли те кто в скайпе все в порядке но хорошо какие вопросы я хотел забрать начать так скажем со снов веры православная потому что в наше время очень многие называют себя огонек не мешает наше время очень многие называют себя православными и при этом очень разница вера то есть вера разная а при этом называют почти все но очень многие называют ее православный вот собственно у меня вопрос к игнатию лапкину потому что он не большую популярность до в определенных кругах и он как понимаю тоже вы считаете себя тоже православным и вот хотелось бы начать с основ с фундамента как говорится что такое православие в вашем понимании и что для вас спасительная вера на основании чего вы ее строите хотелось бы с этого начать само слово говорит православие правильно славить на бога это аллилуйя аллилуйя слава тебе боже и слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков и все исповедание в этом заключается семь столетий ушло у вселенской церкви чтобы закрепиться на этом семь столетий и поэтому я не называюсь православным а являюсь им этим путем я прошел осенью будет ровно 60 лет как мне в руки дали библию 23 года я обратился сознательно после армии что-то у вас голос исчез не слышно еще микрофон потому что я двоится звук у вас зацикливается из шут свистит сразу уточняющий вопрос по поводу библии какую версию библии вы признаете за истину потому что много версий много разных переводов соответственно вопрос очень просто ответить наш синодальный перевод 1876 года наилучший и недостижимый никем за 2000 лет я это докажу в течение пяти минут давайте давайте так вот я во в конце скину вам материал моей книги к истинному православию называется великорусский язык слово там я 80 свидетелей которые поддерживают меня 80 мест писания библии и поэтому если человек этому не верит ну как он может поверить мне если не верит изречением духа святого ибо написано у петра он говорит писали святые божий человеке будущее движим и духом святым мне было дал знание нескольких языков я занимался этим сличал разные переводы и скажу что русский перевод самый богатый его перевод делали четыре духовные академии уже два человека переводчики канонизированы макарий глухарев и в метрополит филарет дальше они работали с оригиналами вы слышали такого был священник александр мень убитый вас не слышно не слышно вас видимо выключает я ручку возьму что в тезис и помечать я не слышу того что он еврей чистопородный и он работал с энклопедическими знаниями работал с оригиналами еврейскими с греческими с латинскими я беседовал с ним и беседы эти записал я его спросил как-то отец александр а вы могли бы вот так переводить как павский герасим петрович или хвольцин данил абрамович он даже от меня отшатнулся вот так назад да что вы гнать тихоныч таких переводчиков сегодня нету я скажу что это действительно так и теперь когда они переводили они сравнили с арабским с латинским четыре перевода греческих симах феодатион акилла и септуагента четыре греческие перевода и дальше они делали это слово как его разъясняли святые отцы а не то что сегодня взял а много ошибок а то мусульмане так говорят а у вас переписывали и господь говорит я бодрствую над словом моим небо и земля исчезнут не на черта йота не исчезнет вот как я верю в это и это легко доказывать все благодарю за ответ я как понимаю очень удобный у нас формат и уважаемые зрители я смотрю у нас уже прямом эфире порядка больше двадцати человек вот и если кто-то хочет присоединиться со своими аргументами либо контраргументами у кого какие мысли вы можете в мою пятиминутку эти мысли добавлять писать я не знаю либо в skype теоретически можно даже добавиться и высказаться либо пишите в чате вот по существу задаваемых вопросов со своей стороны у меня главный контраргумент да то что вы считаете что лучший перевод это синодальный и другого лучшего как вы свидетельствуете с вашей точки зрения нет но я считаю что перевод кирилла и мефодия перевод на старославянском языке является лучшим для русскоязычных или около русскоязычных славянских народов потому что его делали непосредственно святые люди и на этом языке православной руси том числе православной руси изучали библию и становились святыми и писали различные книги сотни книг писали в том числе и жили читали великие святые в том числе сергий радонежский ему многие единомышленники и соответственно в этих книгах изложено от и до начиная от самого писания заканчивая соответственно толкованиями святых отцов и так далее и мне не совсем понятно почему бы перевод который не поддается никакой критики на никаким сомнениям давит никто же не сомневается святой ли сергий радонежский или не святой нет таких сомнений сейчас по поводу современных деятелей до много сомнений святой православный ли гундяев или неправославный много сомнений у людей много сомнений по поводу последних времен люди отошли от истины или не отошли от веры православной а ведь нету сомнений по поводу тех времен отошел ли от истины сергий радонежский или не отошел отошел ли от истины александр невский или не отошел ведь тогда по тому периоду который был Ведь нет разногласий. Я имею в виду у нынешних многих людей, которые называют себя православными. Это вот мой аргумент, что все-таки база «Перевосточник» находится для русскоязычного и около русскоязычного населения, находится там. Это моя личная позиция и позиция многих моих друзей и знакомых. Сейчас мы, если время у нас еще есть, обещали показывать пальцами, сколько времени есть, то мы добавим мнение наших людей. Игнат Тихонович отвечал 2 минуты 30 секунд примерно. Вы уже выговорили больше. Можно посмотреть. Так, вы все сказали? Да, да, да. Дело в том, что язык этот, который был от Мефодия и Кирилла, которым пользовался Сергей Радонежский, он мертвый язык, на нем никто никогда не разговаривал. Никто, ни один человек. И вы его не знаете. Я это докажу в течение одной минуты вам. Тут пришел один знаток, я говорю, а я с женой дома разговариваю, священник, в магазине церковном. Я говорю, прям так и разговариваете? Да. Ну, переведи, я говорю. Я набрал разные товары. А он как раз набрал, идет. И стал спускаться на низ, по ступенькам. Там бетонный пол, он не может. Я говорю, я на шнурок наступил и упал. И упрямый поповский нос разбил, и оттуда стоплю с кровью потекли. Переведи. Я говорю, тут и засохнешь, и умрешь. Если я занимаюсь немецким, английским, я должен говорить так, чтобы меня никто не отличил от них. Они не знают, никто. А это с разных языков там нахватали, а там мертвый язык. На нем ни один человек не разговаривал. И в народе его не было, люди ничего не знали. Я долго не мог понять, как можно было противиться русскому переводу, который открывает истину. И, наконец, я услышал, митрополит один, другой, пиларет, там какой-то. И вот он пришел к царю и говорит, не надо переводить. Если переведете на русский язык, будет революция в стране. Я такая пишу. Я понял, люди поймут, что шли совершенно не туда. Кого отпевали люди неверующие, а рождение свыше не слыхали. Водительство Духом Святым не слыхали. Снижание Духа Святого не знают. Люди во тьме. И сегодня вот этим кищатся. А вот там ничего нет. Да оно мертвое. Лежит и лежит книга. Вера от слышания. От слышания от слова Божия. Если Дух Святой сошел и заговорили на разных языках, то вот у меня здесь материал есть о слове. Потом вам скинут. Я 80 раз обращаюсь к Библии. Вы ни разу нигде не обратитесь. Нигде. Потому что там ничего в вашу защиту нет. 80 раз. Павел говорит, лучше скажу 5 слов понятным языком, чем 10 тысяч непонятные. 5 и 10 тысяч. Людей заплутали. Люди ничего не знают. Питательная среда достигтанта перетеков. Кого-то испытывают православный, неправославный. Вера православная – это жизнь Духи Святого. О чем говорил Серафим Саровский. А этого нету. Никакого понятия нету. Совершенно никакого. Вот я на это вам отвечаю. Тот мертвый язык и мертвые люди. Живой язык стали возрождаться. Притом издавали при царе. За границей. При советской власти. Баптисты печатают этот перевод. Адвентисты седьмого дня. Католики. Все признали всемирное признание. Кто будет говорить на незнакомом языке? Это все равно, как... Вот с человеком разговариваешь. В прошлом году передо мной здесь прошло в чатру летки 2600 человек. Мусульмане. И ни один не считал эту книгу. Я говорю, как православные бараны. Ни один. А как можешь исполнять, если ты не знаешь? Ты не считаешь Библию, зато он говорит. Ты не знаешь закон Божий. Не знаешь закона? Ты по неволе его нарушаешь. А нарушая ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Миллионы экземпляров сегодня вышли. И которые говорят неправильно, то это враги Божии. А они стараются из рук выбить Евангелие. И ничего больше не остается. Кто будет изучать язык? И зачем он нужен? Другое дело, китайский изучать, английский. Это сатана просто подошел. Я знаю, откуда этот ветер. Все. Благодарю за ответ. По поводу того, что говорили, не говорили. Это отдельная тема, наверное. Но то, что были написаны сотни книг на этом языке. И этому свидетельствует то, что они выложены в том числе на сайтах официальных. В том числе открытых государственных библиотеках. РГБ, РНБ и так далее. Это факт. И мы даже собрали библиотеку этих рукописей православных на старославянском языке. И книг действительно очень и очень много. Но то, что вы говорите, что это мертвый язык, говорили, не говорили, это другой вопрос. Но речь идет о познании правды Божьей. Речь идет об воспитании человека и стремлении ему к правде и к Богу. И как можно называть рукописи Писания на языке, который благословлен святыми, и которые изучали святые через этот язык. Святые изучали Библию, изучали правду Божью. И называть это мертвым. Но это, получается, камень в огород всех святых 13, 14, 15, 16 века, которые пользовались данным языком. То есть вы, получается, считаете их неправильными людьми или неправославными. Если этот язык мертвый, а тот, который сейчас язык, который придумал, если взять некоторые экскурсы в историю, придумал кто? Кто? Пушкин, Ломоносов. То есть придумали лицедеи. То есть те, кто не были христианами. Те, кто были такими достаточно сильными богоборцами. То есть язык, который придумали люди, которые далеко были от Господа, вы считаете более богатым, более правильным. А письменность, которой привели святые Кирилл и Мефодий, и которым пользовались тысячи, миллионы православных людей, вы считаете мертвым. Но это, если правильно, я помню. Я отвечаю вам на это. Ни тысячи, ни миллионы вообще не было. В народе не было ни одного Евангелия. И об этом не кто-то пишет, а Дмитрий Ростовский. Житие святых, 12 томов. Я примерно на 10 раз их прошел. Составил симфонию. Я знаю, о чем говорю. Он удивлялся, поехал как-то в командировку. Какое заблуждение. Люди вообще ничего не знают. Не придумал Ломоносов. Да вы Ломоносовы стихи почитайте и Пушкина. Это как небо и земля. А они приноравливались к народу. Язык менялся. А не то, что люди узнали, Пушкин написал, и язык меняли. Народ нельзя свернуть. Вот как мы в Сибири щекаем или окают там где-то в Иоанновской области. Не так это все было. Евангелия вообще не было, не знали. Я родился в религиозной семье. Ну, была такая книга, как Кожаный, Дерматин. Это сказать... Вот. Там много написано было. Но и Библии нету ничего. Вот поставили в фильм «Раскол» Николая Достоля, режиссера. 20 серий. Я спрашивал старобрядцев. Вы как считаете, правильны? Ваши консультанты были? Да, были. Вы согласны? Да. Скажите, почему не Аввакум, не Никон ни разу Библию в руки не взяли? 20 серий прошло. Бились за то, что молятся сказать о кафисте. 12 глава, 48 стих Евангелия Тяна. Господь говорит. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Если оно будет судить, вся земля сгорит. Ни одного кафиста не будет ничего. По небу, среди неба летел ангел, держал в руках Евангелия. Вот почему на всех языках Бог возвещал. И мы слышали говорящих на нашем наречии. Не языке, а наречии. Со всеми тонкостями. Это в день Пятидесятницы. Что говорить? Тысячи миллионов. Зачем мне правду говорить? Не было ничего. Вообще-то сегодня перезнали где-то. А как они перезнали? С чего брали? Мне это не надо знать даже. Я знаю. Если человек не понимает, он не может сказать аминь даже на молитве. И поэтому те, которые переводили, мы каждый день молимся о них. Вот как Иероним Стридонский, нами и католиками принят он, святой. Он перевел на латинский язык. И какой перевод? Его даже не приходится сравнивать. Хотя лучший перевод у литерана – это Мартина Лютера. Русский перевод. Наилучший во всех отношениях. Великорусский язык. Всеми красками заиграл. Это не просто знали. А вот Герасим Петрович Павский, он писал учебники для школ еврейских. А писать грамматику для языка выше этого нет никакого звания. И какие? Лавягин там были. Вот я перечисляю где. Но они знали. А зачем переводили? Затем, чтобы народ понимал. И как стали понимать, сразу от православия отхлынули толпы. И сейчас сколько православных во всем мире? Не больше 250. Сектанты когда возникли? Ну, там, от Германии схватили. Уже 660 тысяч. Почему слово живое звучит? На синодальном переводе. Вот ответ. Две минуты у вас еще есть. Но если все, то все. Павел, я хотел вас тоже спросить. Вот вы поняли, что мертвый язык – это не имеется в виду, что от него божественного ничего нет. А просто это язык, на котором люди не разговаривали. Вот и все, имеется в виду. И то, что вот вы говорите, святые пользовались. А выбор у них был? У них был выбор, чем пользоваться? То есть, когда у тебя нету ничего, ты на греческом не умеешь, ты хоть на славянском, ты бы начнешь оттуда копать-то. У них же выбора не было у святых-то. По поводу, благодарю за ответ, да. По поводу Ломоносова-Пушкина, то, что народ являлся, как я понял ваши мысли, инициатором каких-то перемен. Но брать за основу мнения народа вопросов Божьих, я считаю, совершенно некорректно. Мы же речь ведем не про конституцию, не про какие-то правила ведения какой-то, условно, крестьянской или какой-то любой деятельности. Мы речь ведем про богословие. Так, в вопросах богословия имеет важность мнение, и даже не мнение, а авторитет кого? Господа Бога, во-первых. Во-вторых, его учеников, его последователей, апостолов, святых отцов. А не мнение народа, который... Где такое было в истории, что мы опираемся на большинство, и там, где большинство, там правда Божья. Такого не было никогда. Был когда-то богоизбранный народ, да, еврейский. Да, через Моисея было дано Писание чуть ли не одному, как я понимаю, народу, да, были разные интересующиеся, но тем не менее. То есть никогда не было того, что если народ захотел, значит, там и правда Божья. Это во-первых. И вы приводите в пример Ломоносова, Пушкина, как двигателей чего-то позитивного, да, и созидательного. Но люди начали в какой-то момент делать театр, то есть кощунство, лицедейство. Это всегда во всех православных соборах всегда это отрицалось. Против всяких плясок, гуляний. Это всегда православные были против этого и учили сторониться вот этих языческих, как было сказано, еленских обрядов. А вы говорите, что люди, которые это все внедряли в народ, то бишь развращали народ, вы говорите, что зато он богаче, да, язык. Так зачем нам богаче, если речь идет не о богатстве и не о красоте мирской и материальной, а речь идет о духовном и о спасении, и об истинных Божьих, о правде. И вот, опять же, мне не совсем понятно про то, что вы говорите, что где же были миллионы книг, где же были миллионы книг раньше. А что, люди, получается, все были безграмотными? То есть если не было книг, получается, они не знали правды Божьей. Получается, это не православная Русь была в 14-15-16 веке. Это, получается, был какой-то языческий еленский сброд или что у нас было в эти периоды? Ведь как можно познавать Бога и быть православным, если у вас нет ни книг, ни святых отцов, учителей, кто учат по этим книгам людей? И книги – это небольшая проблема сделать рукописные книги. Но их, тут уже углубляясь в историю некоторую языковую, правок, с чего все началось, с исправления Библии. Ведь Рамин Акиба в первом веке начал исправлять Библию, и получилась массоветская редакция. И многие современные РПЦшники, в том числе учителя, в частности Осипов, говорят, что она не соответствует септуагенте. То есть септуагента, которая признана всеми народами православными была, она имеет одну информацию. А массоветская редакция, в том числе вы упоминали про Лютера и так далее, разные переводы, имеет уже разные редакции. Так зачем людям, которым важна правда Божья и Бог, ориентироваться на то, что делали различного рода богоборцы и исказители религии, православной веры? Зачем их приводить в пример? Если есть узкий путь, узкая правда, а все остальное – ложь. Зачем нам брать за пример ложь? Вот это я не понимаю. Так, вот смотрите, мне кажется, вы заранее заготовили, что говорите, и прочитали не ту строчку. Ни о каком богатстве жизни я даже слова не говорил. И не говорил, что надо слушать народ развращенный, как... Я сказал, народ не знал Евангелие. Это уже... Ну, я возьму Николай Семенович Лесков. Это церковный, можно сказать, писатель. Он говорит, Евангелие никогда не было проповедано, как должно русскому народу. Это и так, раз его не было. Не было. И они... Я сказал только об языке. Язык изменился, они этого учли. И на этом языке сделали перевод с наречием. Все. Извиняюсь, отошел. Бумажка закончилась. По поводу того, что народ не знал Евангелие. Я вот не помню, вы про какой период говорили. Про период... Про какой век? До перевода синодального, до 1876 года. Народ вообще ничего не знал. У нас есть одно у меня стихотворение поется. Я попрошу его, чтобы вы прослушали. Называется «Святая Русь». Если можно, без стихотворения, потому что мы к этому как-то действуем относимся. Ну нет, это оно как раз и... Как раз оно... Как раз оно и есть. Эта песня. Это там слова. Сейчас я поставлю. Мы... Мы... Сначала песня духовная. Сейчас, подождите. Это по делу. В Библии целые книги написаны стихотворные. Целые книги. Вы что говорите-то такое? Святые Григорий Богослов стихи писал. Вы что, стихи отвергаете? Сейчас мы поставим. Да. Сейчас я демонстрацию. Это в счет времени как раз пойдет, Игнат Тихонович. Потому что он ответил 20 секунд и все. И это как раз ответ насчет Святой Руси. То, что вы задали перед этим. Слышно? Нет, не слышно. Нет. Начни снова. Так, ну если не слышно, я ничего не сделаю уже. Может, Николай поставь, я тебе сейчас скину. Не могу. У меня почему-то не передает звук. Может, мне надо открыть на экран? Давай сейчас попробую. Нет, вот я сбросил, все, вот она. Ну, время у нас идет, так что нормально сейчас. Я же себе тоже не подслуживаю. Так. Так, сейчас. Делай там громче, чтобы было. Просто из репродуктора. Не знаю, так. Так, мы все, видим твой экран. Это, патриарха, видите? Патриарха не видим, это экран только видим. Экран пустой, да? Да. Да, не получится тогда, наверное. Так, сейчас. Ладно, я крайний вариант сейчас. А, нет, подожди, тут звук еще надо. Это скайп, видишь, обновили его. Ну, можно стихотворение тогда рассказать? Ну, надо, просчитай с выражением. Там-то с картинками идет, все прямо на лицо. Пусть картинки идут, а ты считай в это время. Святая Русь называется. Да, убери с экрана, ты еще другое совсем. Чего? Вот же. Все правильно. Святая Русь. К чему вы обольщаете с самвона, с подмостка Кешафота у Кремля? Что будет мир, и рухнет храм Дагона, заплодоносит мертвая земля? Вы говорите о былой России, царях великих, собиравших Русь, что всех иуд повесят на осине, но я обратно вам предсказать берусь. Святая Русь, нас заклинают хором, Святая Русь, желай, будет жить, и детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит. Не знаю, для чего так лгать. Заучено, цветастое и искусно. Прислушайся, за каждым словом мать. Печаль веков чадит, и в сердце пусто. Не верится и верить вам грешно. Опровергать здесь нечего, напрасно. Во всем всегда одно большое но. Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, не тысячекилометровое пространство, но в покаянии, в сердце и в уме. Пусть маленькое, но Христово братство. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли, самому тайгу и в югу. И расплодили нехристи воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, татарам и Чечне. На наши земли вожделение зависть, облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь, и вход уж очень узкий. Тогда, исполнив веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Все, 15 секунд осталось. 10. Ну все, вот ответ. Вот вся и святая Русь. Это миф. Миф созданный. Миф, который создает облако, в которое человек погружается, и Евангелие никогда не узнает. Можно вернуть трансляцию в скайпе? В общем. Благодарю. По поводу того, что народ не знал, как вы говорите, Евангелие до 1876 года, я тут, наверное, полностью могу согласиться с тем, что после святения в различной ереси народ действительно отходил от Бога, все больше и больше погружался в какие-то материальные интересы. И с момента за 17 век и плюс получается еще и 18 век, и плюс еще и почти весь 19 век, то есть почти за 300 лет то, что прошло примерно с момента падения России, Руси в ересе различной, конечно, люди уже не знали Евангелие, у них другие были зоны интересов, да это началось не в конце 19 века, это же началось давно-давно, во времена Петра Первого, когда уже около 100 лет прошло с момента падения в ересе различной, так там вообще, что, ну, только посмотреть, как жил, допустим, Дмитрий Донской, как жил Александр Невский, и как жил Петр Первый, это открытая информация. И, соответственно, мы же видим, а религия, вера была официальная, государственная, то есть она никуда не поменялась, вроде и там православие, вроде и тут православие, но мы же должны смотреть по плодам, как нас Господь учит, по плодам их узнаете и. Соответственно, мы видим, какое было Писание в 14-15-16 веке, какие были святые в 14-15-16 веке, и какие были князья в 14-15-16 веке. И мы видим, как меняли язык, начиная еще не с, еще до пушкинских времен, да, как меняли книги, и как начал жить народ, и как живет, жили князья, и императоры тогда уже, Петр Первый, ему подобные, и как живет современный народ, который читает то, что вы признаете за лучший перевод, прелюбодействие, прелюбодействие, блуд на блуд, блуд, ладно, хотя бы его никто не отрицает, что это блуд, но сейчас полностью пошло различные искажения, что прелюбодействие считается законным браком и так далее, но это уже детали. А... По поводу песен, насколько мне известно, это тоже в рукописях написано, что песни все отрицались, кроме песней духовной. Речь шла там о псалтыре, в частности, я слышал только одно упоминание про псалтырь, все остальное, танцы, пляски, это языческие, еленские песнования. Это вот то, что я хотел ответить по поводу Видите, если вы будете считать житие Александра Невского, там одна ложь написана. И мы его не знать не знаем, мы знаем, который принял схему Алексей, его знаем. И вот точно так всегда и было. Вот я спрошу, допустим, Осипову, задайте вопрос, сколько канонизировано за 19 столетий, он не ответит, он их не знает. Я отвечаю, 1173. 1173. И что там в житиях написано? Бога-то знали, мало-мало. Написано, он день и ночь занимался Библией, а Библии не было, обман. А дальше он городит, что попало? Вот упал амфилохи там, ну они принимали стройки, техника безопасности слабая была, и кирпичи оборвались, шесть человек, пятеро сразу насмерть, а он лежал, долго стонал. И они, когда его оттуда вытащили, они его уважали, они его одежду вымочили в воде, и эту воду теперь пили. Когда кровь, 15 глава, День Апостола, даже кровь животных нельзя пить, а это человеческую кровь пьют. Какая вера-то была? Я вам буду говорить конкретно, 11, 12, 13 век, там совершенно, вот считаешь, когда как будто ничего и не было. Только одно в Ава и в монастырь. Монастырь. Ну, в монастыре это самые лучшие люди и были, это добрые люди, а на проповедь никто не шел. Ни одного проповедника не было. Вот, который там был когда-то, вот мы считаем об этом при там это было у этих какие-то там сорочные это. Вот оттуда еще были люди, которые проповедовали. У нас проповедников в России за 19 столетий на пяти пальцах можно показать. Иннокентий Вениаминов настоящий проповедник, север весь захватил. Николай Японский, Касаткин. И когда Россия потерпела поражение и пришли туда, он только иконы запросили. Ничего с войны не было, ни иконы. Так Иоанн Кронштадтский как лютовал. Иконы бросили. Стал говорить им о боге ничего не знают. А то канонизированные Николай японские. Люди бога совершенно не знали. А понаслышке всякие заблуждения, басни вот эти пересказывали друг другу, что за гробом есть, куда идет, как вы вызвали из ада. Ничего этого нету. Вот кто это вам распространяет, этот человек неверующий. Совершенно неверующий. И он может быть и не крещен, но он нигде не причащается. Он обманщик, разрушитель. Вот и все. Две минуты еще есть. Но если все, так все. Благодарю за ответ. Начну, наверное, с конца. Кто нам это все распространяет? Мы это все нашли сами. Почти все. Да, но вот у нас есть сайт православный.ру. Мы туда выложили в том числе ссылку на наш гуглский архив. Это человек совершенно в открытом доступе. То есть это никто нам это не распространяет, но это сами. Так как нам интересно, правда, сайт я оставлю, там вы видите ссылку, если это интересно. То есть это все в открытом доступе. Мы эти книги не писали. Мы их, собственно, как я сказал, мы их просто нашли в открытом доступе времен, опять же, 14, 15, 16 века. Соответственно, у нас нет каких-то учителей, да, среди наших друзей, знакомых, но я за себя говорю, может быть, у кого-то есть, я говорю сейчас за себя, которые бы нас чему-то учили. Я лично учусь из книг и учусь и писанию, и толкованию писания, и толкованию различных поучений от святых отцов. Есть книги, есть источники, и любой спор, по сути, веросповедальный в том числе, это спор источников. Я же не от себя говорю. Меня мое мнение в вопросах веры вообще не интересует. Не я как бы создатель веры, поэтому мое мнение ничто, но мнение Господа, мнение его рабов, его учеников, естественно, для меня важно. И вот вы говорите про канонизировали того, сего, третьего и так далее. Кто канонизировал? Кто? Вопрос в этом же ключевой. Ведь я могу тоже кого угодно канонизировать, но мое мнение будет неважно, потому что это какой-то там Павел Новиков, кто он такой. Он не имеет права на это. А имели ли права те, кто кого-то там канонизировал, канонизировать? Были ли у них на том полномочия? Являлись ли они православными людьми? Потому что если почитать православные книги, которых сотни, как я сказал, вы можете сами зайти на наши архивы, зайти на другие сайты и увидеть, и посмотреть, что там написано про веру православную, и посмотреть то, о чем говорит, о ком вы упоминали, в частности, Серафим, по-моему, Кронштадтский и другие люди, они противоречат святым отцам, которые написаны в православных книгах. И тут встает вопрос, если два мнения противоречат одно другому, кто-то, скорее всего, говорит правду, кто-то говорит ложь. И лично моя позиция, что правду говорят люди, которые собственно признавались и последующими поколениями, РПЦ, оно уже не просто родилось само по себе, оно же на что-то опиралось. Вот то, на что они опирались, это период 14-15-16 века. И книги, с которых они дальше переводили, со старославянского дальше, они же переводили, да, они брали другие книги, но они брали эти книги, они тоже всегда признавались. Это никогда ни у кого не вызывало сомнений. А по поводу того, что вы говорите, что преувеличена святость Руси, тут тоже вопрос источников. Вы читаете кого-то на эту тему. Я, например, читаю свидетельства рукописные и летописные тех времен, вот вся мировая история, например, если брать не религиозный и расповедальный источник, а мирской материальный, да, как раз заканчиваем, это, например, есть лицевой летописный свод Ивана Грозного, в котором описано год за годом, шаг за шагом, у кого сколько детей было, кто как веровал, сколько же там жен, какие жены, как они жили, то есть подробнейшим образом биография всего периода или почти всего периода, например, православной Руси. Сотни лет описано в мельчайших деталях. А вот у меня этот источник, который тоже общепризнанный, который хранится в библиотеках, есть фоксимильные издания и сканы с этих первоисточников. Вот вопрос, на какие источники вы опираетесь? На Библию? На Библию опираюсь. Вы ни одного места Писания еще не привели. Вот там жены были. Зачем эту бельверду нам собирать здесь? Главное, что люди не знают Бога. Они его не знали. Пятая глава 39 стих Евангелия Оттиана. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелия не было в народе, вообще не было. Как это не понимать-то? А вот они там были такие, это никакой роли не играет. Мы сегодня умрем. Что вы покажете? Через ваш язык какая душа обратилась? Покажите, кто из этих людей, которые слушал на том языке какого-то века, и он получил Духа Святого, крещение Духом Святым, и стал жить, как Бог заповедует. Вы ни одного не покажете за 300 лет. Этого нету. Человек не может делать дорогу себе, когда темно. 8-20 Исаия говорит, если они говорят не так, как в Слове Божьем, нет в них света. Нет. А 1-й Тимофеевич 4-16 вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, и вот так поступая, ты спасешь себя и слушающих тебя. Вот у нас, у меня вышло 38 томов, и мы проехали Даря библиотеки из Барнаула до Владивостока, потом Португалия, Скандиня Прибалтика, 650 городов и сел. Сколько людей обратилось, как сегодня пишет доктор Богословия, тысячи людей пришли в православную церковь. Я сидел в тюрьмах, первую же ночь 7 человек обратились, а я бы говорил на этом языке, кто бы обратился? Поэтому Дух Святой заговорил на разных языках в день Пятидесятницы, а для вас Пятидесятницы как будто нету. Как так? И когда Павел заговорил, когда на Антоне лестницы уже захватили, на еврейском языке все сразу умолкли. Сказал, греческий язык, знаешь, насторожились. Язык это доступ к человеку, животное не имеет, бессловесное животное. Другим языком это бессловесное. Ну, поедете сейчас вы в Китай, что вы будете? Говорить, ни одного слова не знаем. И поэтому Евангелие заговорило к людям, когда перевели его, это надо видеть эту радость. Я в 23 года первый раз коснулся Библии. Полчаса прошло, и моя жизнь полностью изменилась. полностью. Хотя в это время я уже учился на корабле, плавал и высшее мореходное училище. 14 человек конкурс прошел. Сразу добиваясь три курса за год знать по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. А в душе пустота. И как только Библию дали, я до 6 главы Евангелия Матфея досчитал все. И уже наутро все знали, весь караван кораблей лапки сошел с ума. И никто не будет тебя гнать. Следовательно, мама ходит или бабушка ходит, ее никто не трогает, а вас арестовывают. Почему? Ты не участвуй, но и обречай. У вас этого ничего нету. Голыми руками придете, Богу не покажете, что там кто-то вам нашел, какой век. Это не надо ничего. Эта история прошла и нет ее. Сегодня надо идти, сегодня проповедовать, сегодня нести Слово Божие. Повторяю, синодальный перевод лучший за 2000 лет и никогда лучше никому не создавить его. Все, отошел. Еще две минуты у вас есть. Ну, хорошо. А ты набирай их в отдельное. Там подбери плюс-минус. Вас не слышу, Павел. Ни одного слова. По поводу толкования. Вы говорите, что вы опираетесь на Библию. Это очень большое искушение говорить, что вы опираетесь на Библию. Дело в том, что вы опираетесь во-первых, на перевод, который может быть искажен и частично искажен. Во-вторых, вы опираетесь на, даже если есть моменты, которые суть донесена правильно, вы опираетесь на собственное понимание того, что написано. На собственное, повторюсь, не на понимание церкви христианской, православной, а на понимание собственного. И любой, кто опирается исключительно на собственное понимание, таких в простонародье называют обычно протестантами. То есть они знают с утра точнее от корки до корки с утра до вечера до ночи они читают вот этот такой же перевод синодальный многие, что я вот все знаю. Но при этом у них вера не одна. У них миллион разных вер. То есть кто-то понял, тот так и верует. Соответственно, а как можно стремиться к Господу, к которому миллион разных путей? Это абсурд. Господу один путь. Он узкий, как сказано, это извините, я уже может сам толкую по поводу что написано про узкий путь. Но суть в том, что не просто так был заведен священнический чин епископа, апостола до этого и так далее. То есть учительский чин, чтобы сохранить правильное понимание толкования Библии. И об этом я и хочу сказать, что правильное понимание толкования Библии может быть где? Естественно, в толковании святых отцов. А если мы сами по себе будем, вот вы говорите, что я, что толкователь, я имею на это право ссылаться на Библию, я могу ссылаться и вам скриншоты показать, что написано. Но самому взять зерно и его растолковать, это будет ложь с моей стороны, потому что я не наделен таким чином со стороны Христа толковательским чином. Так, я просто мне неудобно говорить с вами, Павел, почему вас не предупредили обо мне? Вы начинаете от тети Фрости все это брать. Я как раз тот человек, который не толкует. Я насчитал 2500 часов, 12 томов златоуста насчитал, в интернете стоит. Мои знания, базируется на слове Божьем в толковании святых отцов и канонов церкви. У нас община есть. Сегодня в церкви нарушается из 719 правил 413, 57 процентов. У нас в общине ни одного правила не нарушается. Мы большие труды заложили здесь. А вы говорите в пустоту. А вот там это протестанты не миллионы, а 21 тысяча только в Америке. Зачем миллионами разбрасываться? У вас данных никаких нету. А ко мне на американец сюда заезжал Джастас Юстас. Вот с ним и беседовали. Я им еще книги подарил. Итак, Слово Божие свидетельствует нам. Поставил Господь апостолами, пророками и учителями. И к первым Коринфянам пишет 12 главе и послание к официанам дважды напоминает. Учителя, а сектанты их не признают. И поэтому они раздробляются. Видите, вот вы сказали, я вроде оправдуюсь перед вами, но вы сказали ложь, абсолютная ложь. Я из тех как раз сектантам говорю, что они не церковь. Не церковь. И сколько сектантов стали православными батюшками. А кто они такие? Вы ни разу не встречались. Подождите пачкать их. Один только Геннадий Пас, который он вас десятерых за поезд заткнет. Немец, Менонит обратился в моем доме. А теперь он преподаватель Томского университета. Недавно он приезжал в Барнауле, тут в Москве был, Николай там встречался. Вот теперь, смотрите, старобрядцы это ближе всего к тем, которые вами руководят. Видимо, попросили у него богатого, им сразу уже старобрядцев тоже неправильно. А старобрядцы держатся за старый обряд. Другого вы не найдете. А они сохранили его так, как есть. Они надо с кем-то помолились, еретики не слушают. Ну, даже так бредит человек, не знает, что говорит. Кто их еретиками называл? Теперь, если мы свидетельствуем по слову Божию и Господь показывает результат, пьяница делается трезвым, наркоман делается трезвым. Люди встают на истинный путь, меняют показания. Вы ничего этого не имеете, мы не на равных беседуем, а вы теперь берете неизвестно откуда. Я ничего не толкую, запомните это. Все, отошел. Три минуты еще, но хорошо, запишу. По поводу миллионов, вы говорите, что я солгал, что там протестантов меньше, я говорил, что миллионы ведут себя, то, что в простонародье называется протестантами, те, кто толкует сами по-своему, это могут и РПЦ толковать как угодно. То есть, каждый человек может толковать как угодно. Я к чему призываю? Я призываю к толкованию святых отцов. И все. Изучать их толкование, писание и толкование святых отцов. И если вот вы говорите вами руководят, я подразумеваю, про кого вы имеете в виду, наверное, но для информации тех, кто может быть в теме или не в теме, во-первых, я с этим человеком не взаимодействую по порядку, наверное, четырех лет, во-вторых, я его считаю в определенных моментах, ересил учителем в определенных моментах, не во всех, ввиду как раз его собственного толкования, который я не встречал в книгах православных в толкованиях святых отцов. Это вот касаемо моих отношений с, видимо, человеком, которого вы подразумеваете. И если переходить уже к конкретике, к некоторой догматике, потому что я Николаю сказал, что хочется поговорить про основу веры, про догмата, я хочу сейчас например задать вам вопрос, например, ну конкретно, на конкретных примерах поговорим, потому что вы говорите, что вот люди не знают правды, не знают Бога, но Бог не может быть во лжи, я думаю, вы с этим не будете спорить. Соответственно, вопрос, кто лжет, кто лжет, вот я знаю, мне товарищ распечатал, например, сто главных, и что там написано? Толкование двойперстей. Я сейчас скину скрин в чат, в скайп, и ваши коллеги, они увидят. Никто не знаменуется двумя персты, якоже и Христос. Извиняюсь, и кто не знаменуется двумя персты, якоже и Христос, да есть проклят. То есть, те, кто крестились по-другому, чем двумя перстами, те, православная церковь христианская проклинала. Это вот конкретная выдержка, я причем ее вижу первый раз, ну, точнее, только сегодня увидел, вот именно эту выдержку. Но я вам свидетельствую и публично свидетельствую, что я изучаю различные корничьи книги православные в том числе сто глав, видел о том, о том же самом, о том, что сказано, кто крестится как-то по-другому, чем двумя перстами, тот проклят. И других мнений я не встречал в православных руководителях. Еще у вас минута пятьдесят. Анапима только в двух случаях. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анапима, А дальше послание Галатам, первая глава, 8-9 стих. Если мы, апостолы, или ангел с неба будет благовестовать не то, да будет Анапима. Вот как они тоже там собрались, деды какие-то, они кого-то проклинают, а написано, не проклинайте, а благословляйте, они ничего не знают. Конкретно, четко, ясно показано. Вот я спрашиваю, которые 17-14 века, кто вас так научил, ну все-таки сколько веков уже, даже на сегодняшний день, хоть один миссионер есть, кто пошел бы проповедовать на этом языке и людей обращать. Покажите одного человека, одного, не тысячи, ничего же нету. Я теперь спрашиваю вас толкование. Вот смотрите, когда мы считаем пятая глава Евангелия от Матфея, блаженны нищие духом, блаженны плащащие, и дальше говорит, кто нарушит одно из малых сих заповедей, малейшим наречется в царстве Христа. Объясните, о чем речь идет? Если он нарушает, как он может быть меньшим? Не слышно вас, Павел. Да, я извиняюсь, но вопрос, которого я поднял, да, про перцесложение. Первые христиане молились одним перцом Златоуз говорит? Одним. Не говорит, какая рука, никакой палец. Нелегко понять, что это указательный. И они, выходя на арену к зверям, Кристос Рыгна. В Библии написано, Господь царствует. Они сказали, Христос царствует, Кристос Рыгна. Все. И на этом остановилось. Они свидетельствовали о Христе. Они знали, передавалось в песенном виде, в устном. А потом ничего не надо. Что приехали монахи, привезли в Россию? Ящики и лопаты. Ящики с ладаном и копать землю на щале. Подземное христианство. Они никуда не пошли проповедовать. Ни один. И вы за это беретесь. А Господь прямо говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не какие-то книги, которые человек там написал. Евангелие, по которому Бог будет судить нас. Вот главное, что нужно. Отошел. Добро пожаловать. Дайте, пожалуйста, мне минутку на техническую подготовку небольшую. Игнат Тихонович, можете пока рассказать про элемент ереси, если хотите, конечно. Так вот смотрите, двуперстие, ибо так молился Христос. Ложь стопроцентная. Сто процентная. Христос не крестился до креста. Нельзя было его показывать. И Христос вообще по-еврейски только поднял руки и молился. Но это уже не значит, что городят. И вы верите этим. Златоуст говорит в басне пьяных старух. Вот ответ какой надо давать им. А как молиться? Вот мы родились в старобрящей семье, у нас двуперстие. Вот так и есть. И так я и молюсь. Двуперстие. Это пригнутые средние палец, небеса согнули, прислонились, а Христос сошел. И в этом и в троеперстие, двуперстие элемент ереси. Потому что Златоуст говорит божество бесстрастно. И страдала плоть, а не Бог страдал. Бог не может страдать. А показывает два естества на кресте. Правильно молятся. Это пять ран. Католики. Пяти ранами ты сошел с рожденным меня, стоящим налево, перевел направо. Я так не буду молиться. Но я знаю толкование. Крест, который за меня Христос понес. Вот как. А не то, что на кресте троица была или Христос с божеством. Это элемент ереси. Все. То есть Игнать Тихонович молится двумя перстами. Но он признает, что как раз согласно толкованиям правильнее питью. Но сам так не молится. Сократ мне друг, но истинно больше друг. Ну то есть то, что святые отцы писали в рукописи для вас это ересь. Зачем вы на меня лепите это? Святые отцы говорили толкуя Библию. Ян Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий и Прям Сирин, Блаженный Августин, Ираим Стридонский. Это я их начитывал. Не просто считал, а начитывал ее слышать можно. Тома. 50 томов насчитано моим голосом. Больше нигде в интернете этого нет. А вы мне лепите, значит, надо то, другое. Вы какой собеседник-то? Совсем, Павел, никакой. Что я не говорил, значит, мне не надо. Я на этом только и живу. Свидетельство о Боге под святым отцом. Ну нельзя же так переворачивать ее. А вас товарищи слушают. Ну смотрите, я когда что-то говорю, я стараюсь говорить не то, что я придумал, а то, что я узнал или прочитал из тех источников, о которых я вам говорил. Я вам свидетельствую, да, публично, вам лично. А то, что сказано про крещение двумя крестами, я видел, ну как минимум, наверное, раза три, если не пять. я не я сразу скажу, я не погруженно изучаю Библию, к сожалению, да, и рукописи православные книги, очень полюбительски, очень мало, но даже моего уровня изучения, очень маленького уровня изучения, достаточно для того, чтобы увидеть единое мнение, единое, и разное мнение разных людей на этот вопрос. Соответственно, встает, вот с чего я начал, либо один, один же, не могут оба лгать, один правду, значит, говорит, другой лжет. Соответственно, вопрос, если люди, их мнение отличается от мнения Церкви Христовой, от мнения православной Церкви, то вопрос, какие же они православные, если они перечут Христу, если они богохуничают, если они искажают вероучение, какие же они православные, какие же они христиане, о какой вере и приближении к Господу, о чем вы говорите, может идти речь, если ты хулишь Христа, если ты искажаешь то, что он курирует сам, он же сам начальник Церкви, он же Господь, это же его церковь, это же не церковь моя или ваша, или еще кого-то, вы какое право имеете искажать христианскую Церковь, добавлять в том числе про Златоустава, где он учил там или говорю, что одним перстом крестится, а где источник, вот я вам показываю источник, я вот людям показал, убрал, про ссылку со стоглава, но это не только в стоглаве, это в рукописях, насколько я помню, и 14 века было, и 15, и 16, то есть разных времен, одно и то же мнение, одно и то же, и вы говорите, кого обращать, так во что, важно никого обращать, наверное, нужно начать с того, во что обращать, в ложь, в искажение веры, в собственные толкования, во что обращать, я предлагаю людям обращаться к Богу, соответственно, к тем книгам, в частности, которые ведут к Богу, а не к дьяволу, ведь можно же обращать их к дьяволу, зачем это делать? Понимаете, вот как начинаем говорить, вы как-то куда-то расплываетесь конкретно, совсем не обо мне говорить это, о ком-то, а вот надо, они пьют, да мы с этим и боремся, а вот они пьют, они неправильно говорят, мы знаем, как правильно, священники однажды собрались меня подловить, что я нарушаю тоже правила, я говорю, какое, а вот ездили в поездку, написано, пойдешь, чтобы зарыть после себя, я говорю, у нас с тобой лопатка была, да, я говорю, я на фотографии стою с лопаткой, дальше, с евреями нельзя в бане быть, я говорю, вообще в баню не хожу, у нас своя баня в деревне, и трачить, третье, с евреями нельзя быть там в трактире, я не хожу в трактир, то есть они подыскивались, и еще нету, нету, для Бога, я положил все 100%, мне богатство его не существует, и Господь меня дает, я все имею, от всего отказался, и чем больше отказывался, отказывался, тем больше Бог дает, чтобы я своими руками раздал, вы разговариваете, иди со мной, а вот они такие там, какие такие, подстаробряться, если они не приемлют, говорят, не каньяне, блаженного феофилакта, 900 лет назад, он дал полное толкование, почему вы его не распространяете, и сдайте его, мне Господь позволил издать полное толкование Нового Завета, по всем святым отцам, и блаженного феофилакта, старобряться, переводите, они как, они каньяне испортили, они каньяне, они зациклены, не каньяне, так у вас здесь, грешники, грешники, покажите святость Божию, 8-9, послание к римлянам, апостол Павел говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не его, хоть ты день и ночь грызи, грызи эти книжки, они ничего не дадут, я говорю, кто как вы понимает, как вы, не какие-то грешники, вы, уж не знаю, какие святые, за эти годы, сколько миссионеров было, по каким странам, ничего вы не отвечаете на мой вопрос, а нету, нуль, и у старобряцев нуль, за 360 лет никого нету, ни одной картине не нарисовали, ни одно произведение духовного, вот и весь ответ, все. Еще время у вас есть, но про один перст, как нет источников, у Златоуста же написано. Ну скиньте пожалуйста ссылку, чтобы мы людям показали, какой это источник, и на каком языке, и кто автор, кто ответственный, потому что если вы, от имени автора, клевещете на автор, но нужно попросить прощения, и у автора заочное, и у Господа, потому что, но это не серьезный разговор. Ну а смысл-то клеветать, когда выводят тебя на арену, к тиграм, и выводят как блудника, какого-то на растерзание, ты поднимаешь один перст перед язычниками, и это означает, что ты единобожен, в единого Бога веришь, и ты исповедал веру, какой смысл-то клеветать-то здесь? Главное, по сути веры-то, вообще, вопрос-то, по сути веры какие-то у вас будут, или вы только вот... Ну вы это неправильно сразу сказали, Христос молился двуперстно. Откуда вы взяли? Эту икону нарисовали. Не боятся лжи. А всякая ложь от дьявола, 8.44, Евангелие от Иоанна. Ваш отец дьявол, говорит ложь, говорит свое. На каждом шагу лгут. Я им говорю, смотрите, написано как, Иоанн, богослов, этот креститель, ел акриды, дикий мед. А они говорят, нет, акриды это старанчая, нет, это растение, растение милагра. Я говорю, написано, она прыгает на ногах 4. Как она прыгать может растение-то? Ну уже доходит до безумия полного. Раз они не едят, а свинью едят, почему? А Христа напоили свиной желчью. Это староверы так. Откуда взяли? В Новом Завете апостол Павел говорит, всякое творение Божье хорошо, ничто не предусвидительно, ибо освящается Словом Божьим и молитвою. Прямо пишет послание к Тимофею. Я ссылаюсь конкретно на Библию. Вот сейчас кончим, вам материал скину. 80 мест Библии, которые говорят, нужно говорить понятно. Нужно, чтобы люди приняли Христа, как своего спасителя. У православных нету слова воцерковиться, окормлять. Слово окормлять означает отравлять. Отравлять, перекармливать. Слова-то какие поганые. Прямо сказать не могут. О чем Серафим Саронский говорил? Стижание Духа Святого. А он для вас никто, потому что он позже жил в 14 веке. А он сказал празу, которую сегодня может каждый человек повторять. Смысл жизни? Стижание Духа Святого. Ежедневно. И Дух Святой не позволит вам солгать. Отошел. Если вы говорите, Дух Святой не позволит вам солгать, а вы при этом лжете, значит, не Дух Святой у вас, значит, вы пролечены. Значит, вы находитесь в некотором пролечении. Знаете, как бывает театр, кино, музыка. То, что вы тоже любите. То есть это манипуляция чувствами. То есть вы испытываете определенные эмоции, говоря современным сленгом, кайф, да. И тем самым говорите, что у вас как-то позитивно изменилась жизнь. Клевеща при этом Духа Святого, якобы это Дух Святой, вам так преобразил жизнь. И при этом вы славитесь там вашими заслугами или чьими-то заслугами о каком-то миссионерстве, которое пропагандирует искажения в вероисповедании. То есть тут, и говоря еще при этом, что книги ничего не дадут. Но вы не говорите за людей. Лично для меня книги очень много изменили жизнь и помогли сориентироваться и помогают сориентироваться. Ведь там написано не только про перцесложение, там написано про про смирение, например, про кротость, про терпение, про то, как нужно понимать заповеди нового Христа, нового Завета. Там много про что написано. Не только про что вы спекулируете, якобы это внешнее. Это не важно, это внешнее. Но как не важно? Если христианская церковь, вот я сейчас скинул, ваши коллеги, они современные, смогут посмотреть чат в Ютубе, как минимум, сейчас на вскидку, три ссылки. Три ссылки, плюс четвертое фото я показывал на экране, скриншот, на то, что святые отцы говорят о том, и церковь христианская, православная, о том, что нужно двумя перестанетельными. Вот все в едином мнении, а вы говорите, нет, надо по-другому. Тут вот большие вопросы. Почему? Это просто пример. Не нужно цепляться за то, что вот мы типа акцентируемся на это, но я в частности, да, вот, а нам остальное не важно, там, стяжать там благодетели, стяжать добродетели, благодать. Нам не важно, конечно, ну, просто невозможно прийти к Богу через ложь, через обман, через театр, да, через лицедействие. Невозможно. Как, как идти к Богу при этом лжа, да, про Бога? Это невозможно. Это моя позиция, мое мнение. Вы довели человеку, который во лжи купается, плывет, у него ни одного слова истинного нету. Вот вы говорите, внешне имеет значение. Правильно. А почему вы расстегнутые? Смотри как. Это масоны. Как только галстук снял, сразу расстегни. Вы масонские знаки на себе уже носите и не понимаете этого. Застегнитесь. Вас не заставишь застегнуться. А это масонский устав. Я знаю, если у тебя костюм есть, пять пуговок, одна верхняя остается только. Посмотрите на Путина, других. Это ничего не значит. Значит, значит, застегнитесь, как положено христианину. Не по-масонски. Отошел. Я, к сожалению, плохо знаю. У вас сегодня вечер... Успения на тему как нужно одеваться. Единственное, что я встречал в рукописях, это то, что мужчины должны носить мужскую одежду, а женщины должны носить женскую одежду. И менять это запрещено. А про то, что масонское, то, что я узнаю, например, про пятиконечную звезду, что якобы это пентаграмма сатаны. Я стараюсь везде, в офисе, у меня, где угодно убирать это. Стараюсь. Не всегда получается. И самого, как видите, звезд не ношу. Есть такое предположение о том, что это является чем-то непристойным. Также стараюсь в закрытом виде всегда являться на людей. То есть, то, что узнаю, то стараюсь. Но это внешне, опять же, мы ушли. Я предлагаю послушать людей. То есть, я очень много занял и так вашего времени эфира. И если, может быть, есть кто-то, предлагаю, может быть, и в скайп присоединиться, задать вопрос, если, конечно, у вас есть еще время. И плюс почитать вопросы, которые люди пишут в ютубе. Сейчас уже у нас, вот у меня показывает, 49 людей присутствует. То есть, я думаю, если вы, Николай, не против, мы можем кого-то пригласить, кто хочет высказать. Ну, либо если он оставил. Вы не безобразничали. Если у Игнатия Тихоновича есть время, то да, конечно. Только вопрос, вы на вопрос Игнатия Тихоновича ответьте, насчет полейшего наречется. Игнатия Тихоновича, задайте еще раз вопрос-то. Павел уже не ответил. Ну, что он говорит-то? Они же на месте сидят, мертвые, в усмерть, говорит, мертвые. Никто на благовестие не идет. Господь говорит, все с вами во все дни до скончания века. А по их мнению, в 14 веке Христос покинул церковь. И ждали, когда в этот разрушитель придет, он им откроет эти книги. Вы даже не понимаете, что делаете. Если человек проповедует, а неизвестно какой. Если книги Библии считают, а это неизвестно что. То есть вы не только не делаете, но скверните это все. Вы просто богохульники. И может быть, давно похурили Духа Святого. А кто это знает? Кто? Новые люди приходят каждый день. Вы никуда не идете и начинаете словами такими разбрасываться. И за Христом так же ходили. Не от Бога он субботу не хранит. Вот вы эти как уцепились за это и ничего не знаете. Я сказал, это масоны так. Вы даже пальцем не пошевелили. Застегнись. Ведь не застегнешься, не заставишь. Упрямство мужчинное. Это масонский знак. Я их уставы считал. Теме масонства я 14 лет отдал. Могу любому ответить. И вот это, что сейчас идет, болезнь. У меня все это описано было уже. Видите как? Вот сегодня я разговаривал с одним. Он прям мигом сразу раз застегнулся. А вы даже пальцем не пошевелили. Это упрямый характер. Масонский знак. Женщина в платье разрезано. Я ей даю иголку с нитками. Не надо говорить. Я вам конкретно говорю. Вы передо мной сидите. Это масонский знак. Так вы же не мой учител и наставник. Как я вам могу доверять и выполнять ваши предположения? Я должен перепроверить. Что за знак? Какой знак? Я же не нахожусь в вашем так скажем музыкальном треке. чтобы вы как мотивационный оратор меня вдохновили. Я сразу побежал исполнять то, что вы мне говорите. Я с радостью смиряюсь. Я хочу смиряться перед правдой Божией, а не перед вымыслами различных людей. Я не говорю, что в контексте этого. Про это я ничего не знаю. Меня этот вопрос не интересовался. Я к этому проще отношусь. Это рубашка, это пиджак и все. И на этом я и в косоворотки ходил. Я считаю, вот это как раз вопрос нерегламентирующийся как минимум в рукописях сотнях книг. Я не сотни, конечно, читал, но толкование. Я читал, наверное, книг пять различных. Кормчик, я сейчас про кормчик говорю. Ни слова не было. А вот про перстосложение было. Так зачем мы сменяем фокусировку с того, что важно на что люди делают акцент в книгах православных. Вы сами посмотрите. Вот, допустим, Жириновский в галстуке за галстук застегнутый. Как только снял галстук, сразу расстегнуться вот так надо. Вы что, слипой, что ли? Путин идет, Путин идет, там Меркель, который все в верхнем пуговице, все расстегнуто. Я вам говорю, а я другого найду, который... Петр Первый, у него перстень был написан астребующих мя. То есть я все время ищу, кто меня научит. А нет, вот того я буду слушать. Это помутнение разума. Человек, который залгался, обманщик, разрушитель, и вы его слушаете. Сатана присел вас просто на этом. И главное, проповедь Евангелия идет? Нет, не идет. А где он причащается? Знаю одного епископа, но не пойду, не скажу. И вы как полностью заговоренные. У вас больше шансов такого не будет, чтобы любой вопрос задавать, и вам отвечали. А вот так написано. Неправда написана, ее не надо брать. Христос не крестился, нигде этого нет. И рисует длинные волосы. Он не был назареем. Ну, то есть вы считаете то, что написано святыми отцами православными, вы считаете это за ложь? Я только сейчас сказал, к святым отцам никто больше моего не обращается. Я наполнил весь мир святыми отцами. А вы опять, у вас сатана просто джет дьявол. Я сказал только, что все время по святым отцам нет, переворачивайте вот так. Ну, какой собеседник? Христос не крестился. Нельзя так рассуждать. Христос не крестился. Он не был назареем. Я не слышу его. Что он там говорит? Дмитрий, у тебя эхо идет. Это сразу скажу, мы не единой верой, мы не братья, у нас не община. Просто Дмитрий, насколько мне известно, он попросил высказаться, задать вопрос, чтобы мы дали людям не только мне задать но и людям. Он тоже изучал или изучает рукописи древние. И вот он любит тоже оперировать ссылками. Ну, насколько мне известно. Но это отдельный человек совершенно со своей позицией. Да, здравствуйте. Вы знаете, я сейчас очень хорошо слушал ваш диалог с Павлом. И Павел абсолютно верно вам все указывал. А вы в ответ на приведенные вам ссылки, на приведенные вам скрины просто-напросто уходили. В связи с этим я вас прошу привести указания, источники про вот эту бредятину, про один палец. Потому что эта бредятина звучит постоянно и регулярно. Но никто уже давным-давно не может подтвердить эту бредятину. В связи с этим я прошу вас предоставить источники, которые подтвердят ваши слова. Я говорю, Иван Златоуст, 12 томов просчитайте. Вы же не считали ни один том, может быть. Нет, нет, нет. Павел вам привел конкретную вырезку. Какую? Что-то не слышно опять, звук пропал. Подожди маленько, не слышно. А что вы мне звук-то отключаете? Не надо мне звук отключать. У меня нету звука. Я вообще не прикасаюсь. Мы же договорились. Чтобы не перебивали. Вы задали вопрос и тут же перебиваете. Вы умеете? А, извиняюсь, извиняюсь. Просто уже, хорошо, я слушаю. Карактеристики какие-то даете, бред. Я вам скидываю материал об языке 80 мест Библии. У вас ни одного свидетеля нет. Бог дал людям Духа Святого, чтобы они шли и проповедовали. А там не об этом разговаривают. Рукописи, они сидят, как тараканы. Зачем вам это нужно? Ты сделай так, чтобы который палач тебя казнит, обратился к Богу. А обратился, а куда обратился, от кого, то есть еще похулить надо. У меня обратился еврей. Привезли еврея. Он стал священником православным. Следователь КГБ обратился, стал священником. Ну, вы же ничего не растет. А вот там рукописи какие. Да не век не нужны кому эти рукописи. Вот ответ вам. Возьмите Библию, считайте, идите проповедуйте Евангелие всей твари. 16-15 Евангелие от Марка. Я повторяю свой вопрос. Приведите доказательства того, что в начале христианской эры люди крестились одним пальцем. Алло. Видите, вы не о Библии говорите, не о проповеди, не о жизни в Духе Святом, а палец один. Это же вообще здоровый молодец. Я говорю о ваших словах. Вы сказали про один палец. нету, нету, выбрось. Я говорю считай златоустой найдешь там. Я еще запоминал где еще говорится зачем мне это нужно. Я 12 томов насчитал и растиражировал по всей стране. Вы на готовые не хотите зайти. Это в годы советской власти. В годы советской власти. Меня 26 лет советская власть убивала. А вы пальцами пошевелили и начинаете критиковать. Это вы научились от своего учителя безбожника. Товарищ, я вам спрашиваю вас в последний раз. Будет ли предоставлен источник Если не нашли не надо делать как умеешь. Нет. Будет ли предоставлен источник повествующий Вам это не надо век. Если так златоустом вы скажете а когда напечатали а это они конья не перепортили. Они не верят ничему. приведите хоть что-нибудь я буду ждать возможно я готов Не ждите идите проповед Евангелия Не ждите Вам это не надо ждать он будет Смотрите Я не знаю как вас звать ответ на вопрос Я задал задание Смотрите 9 блаженств и написано кто нарушит малейшую заповедь малейшим нарисуется в царстве небесном Объясните о чем речь идет Как он может в царстве небесном быть когда нарушил заповедь Вы даже не знаете о чем говорю Евангелия в руки может не берете А вы должны знать наизусть его Вот смотрите Вы сначала обвинили всех русских православных людей что они до издания синодального перевода не знали писания Теперь вы обвиняете меня в том что я не знаю писания при том при этом что вы не ответили на вопрос о том за который вы же сказали что люди крестились одним пальцем так все простите я как модератор все-таки вмешаюсь здесь смотрите ему не надо подождите Игнать Тихо смотрите Павел вышел на нас Павел вышел он вопросы нам не присылал вам сейчас из кармана из 12 томов моментально достать откуда это взято мы не можем потому что мы не знали заранее что он спросит правильно мы не можем сейчас это моментально из 12 томов достать беседа закончится какое-то время пройдет мы 12 томов пролистаем и может быть найдем этот вопрос этот ответ меня абсолютно устраивает я согласен с вами сейчас публично на видеозапись об этом сказали что после этого разговора вы нам приведете документы и источники и я этому ответу крайне удовлетворен благодарю как его звать то вот этого не знаю вы ответьте вам же вопрос задали теперь вы ответьте вы ни один евангельский вопрос не отвечаете а вот дайте то заслепились как мусульмане христос это пророк им ничего не докажешь у вас какая-то отверженность я считаю места из библии идите и проповедуйте евангелие а вы а вот докажи одним пальцем а докажи одним пальцем я говорю златоуста это есть считай мне это век не надо главное знать толкование его понес а вот уже я сам придумываю обвинения это дает какие но ответьте либо Павел либо вот кто зашел вам же вопрос задали что он ответит когда в руки не брал златоуста может быть ответьте вопрос по писанию вы знаете предположим ответьте вам задал Игнат Тихонович вопрос повторите вопрос пожалуйста 9 блаженств блаженны нищие духом блаженны плащущие и последнее когда будут поносить вас радуйтесь и веселитесь велика ваша награда на небесах вы мне награду венок плетете ложью этой и теперь кто нарушит одну из малейших заповедей малейшим наречется в царстве небесном как он может быть в царстве небесном когда он нарушил заповедь ответьте на это вы же евангелия не знаете ничего сколько раз задаю вопрос по евангелию как будто не слышал так подождите но если он нарушит когда он попадет на страшный суд там и наречется там написано что в царстве небесном хотел бы вам сказать что так сразу я как вы сказали собственно только что так сразу и я не понимаю но то что я могу вам сказать это тот кто тот кто нарушит тот малейшим наречется ну скорее всего то когда на страшном суде он окажется там он малейшим и наречется там написано не просто малейшим а в царстве небесном то ли не слышите то ли вообще безбожники я задавал Павлу вам задают три раза и как будто не слышите у вас закрыто это да разве человек который дух святой ведет может так обращаться в библию это нашли там какие-то книги они копаются Бог поверял идите по всему миру и проповедуйте Евангелие все с вами во все дни до скончания века вы же не идете сидите и поэтому как с вами разговаривать когда у вас еще нет пустые руки 2.18 Яков говорит покажи веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих у вас ничего нет и поэтому мы сравнивать ни с чем не можем с нулем это бесконечность можно да да Павел ну просто смотрите вот конкретно человек зашел и вы тоже это вопрос знания писания он не требует от вас приводить какие-то скрижали письменные таблички каменные нам это вопрос знания писания это все равно что я спрошу спрошу Христа распряли на кресте или колесовали а вы скажете подожди я не могу сразу ответить мне надо посмотреть это вопрос из этой области то есть ты если не знаешь ответ на этот вопрос понятно что ты священное писание в руках очень редко держишь и более того если держишь ты не понимаешь что там написано то есть не пользуешься толкованием вопрос сразу выявляет ваше знание и что для вас приоритетно вот просто я вам объясняю отвечать предлагаю резюмировать предыдущий этап по поводу перцесложения потому что если человеку важна правда если он узнает что он не прав что он лжец он должен и если он это делает тем более публично исповедовал какую-то лодку он должен публично покаяться и даже если переводить на какой-то материальный пример если ты мужчина отвечать за свои слова если ты свидетельствуешь о том что можно креститься по-разному двумя тремя питью перстами я свидетельствую что ты лжешь почему вы лжете потому что у меня есть книги перевы источник где написано что по-другому кроме как двумя перстами креститься нельзя я предлагаю этот вопрос не опускать чтобы у нас не был извиняюсь женщины бабий базар а чтобы у нас был конкретный разговор и тут мы увидим важна ли для вас правда или нет вы возьмете рукописи вы возьмете источники вы увидите что там сказано и если вам правда важна вы выйдете в прямой эфир и скажете уважаемые люди каюсь перед вами распространял лож распространял ересь и это будет сильный мужской поступок и поступок христианина смелого вы же говорите про смелость правды ради вот она правда а вы правды ради пойдете публично перед тысячами людей на покаяние или гордыня не позволит лучше остаться во лжи наплести кучу толкований в оправдание своей лжи но не покаяться во лжи это вот то что я хотел бы резюмировать и то что я хотел бы чтобы вы да если вы конечно правда вам важна и все зрители которые смотрят сейчас в прямом эфире которые посмотрят записи я привел источники я могу их еще раскинуть если нужно по требованию но вы покаетесь ли после того как вы увидите правду или нет вот в чем видите у вас такое буквоедство в главном Серапим Саровский не святой Иоанн Кроштадский не святой святой это святые кто только вы которые все абсолютно как ваш учитель поганит доказано показано какое лицо он засеял а покажи где написано какой параграф или что да вам это и не надо даже знать идите проповедуйте Евангелие Деяние апостола 8 глава 4 стих и рассеявшиеся ходили и благовествовали когда вы благовествовали сейчас несколько миллионов выпустили красные 4 Евангелия вы счет сделали покажите ну и все она туда ты придешь руки то пустые ничего не будет никого нету сидел там с какими-то бумагами я никогда не думал что тот человек может кого-то прельстить но только мертвого может он завлечь к себе и при том вы ничего не обязываете друг друга а какие знания книгу напечатать надо которую никто не понимает читать не будет вы проповедуете Евангелие на простом языке чтобы люди приняли Христа как спасителя что он умер за меня омыл кровью об этом считаем первое послание Иоанна 1 глава 7 стих кровь Иисуса Христа защищает от всякого греха а вы засыпили за счет вам с трудой не надо это мне это не надо говорить мы с детства приучено родили старобряжской семьи у нас двоеперстия но я знаю если так Сергий Радожский молился Рафим Саровский так значит это никакого значения уже не имеет у вас какое-то суждение прямо да мизерное такое микронное святость определяете тем кто будет читать это тараканье бумаги ваши ну вот сейчас мы услышали что 100 глав это тараканье бумага поэтому думаю что можно и прекращать ну раз тут для этого товарища 100 глав это как он выразился бумага таракана то о чем вообще разговор я считаю что нет смысла вообще дальнейшего продолжения Павел вы тема назначали о русском языке а вы куда перешли вам это и не надо потому что тут вы сразу разнесло вас на русском языке если не проповедовать у вас проповеди нету обращенных душ нету нету ничего а там где где-то там затклая бумага лежит вы ее берете ее перепечатали сидите услаждаетесь кайфуете над этим давайте я тогда вас не били вы не мятые не давленые а если вас сейчас взять по трубам гулага пронести от вас праху не останется с первого дня вас головой в парашу затянут а ты начни проповедовать чтобы преступники обратились следователь начальник тюрьмы обратился вот вы рот не разевайте написано горе смеющимся ныне ибо вас плащите и возрыдаете а вы зубы скалите не думайте что на суд божий по евангелию судить бог будет а не по перстам для меня это роковой был стих 1248 евангелия тяна слово которое я говорил оно будет судить вас в последний день вы вообще библию не знаете у вас ни одного подтверждения нет а вот усыпился за это какие колеса были зачем вам это нужно идите ребята вы молодые проповедуйте евангелие не слушайте тех которые ничего не знают сначала ограбят народ а потом показывают что ничего у них нету интересно павел что вам задали вопрос по библии на который вы не ответили и вам даже не интересно угнать тихон спросить какой ответ то есть вам абсолютно не интересно вообще священное писание судя по тому не по тому моменту не видно а вот так копаться там где-то это библиотекарь архивариус этим занимаются я переплетчик реставратор 3000 томов переплел в моих руках сколько перебывало книг всяких старобрядческих а покажи где да мне зачем это нужно а вот она покажи где я не диссертацию защищаю а говорю живое слово которое души преображает у меня есть случай павел с епископом не просто спрашивайте я же могу ответить просто вы не договариваете и ну да сейчас я кокос закончу быстро случай с епископом он говорит покажи где пришли к нему церковная настольная книга церковно-священнослужители вот такие каждые 8 томов покажи где мне звонит человек говорит покажи где я давай искать а там издание другое Игнат Тихонович по старому изданию дал страницу он прям страницу дает обычно дал страницу по старому изданию я нашел по смыслу по содержанию в новом моего издании которое у епископа вот так ему показали он говорит ну это ж когда было написано понимаешь дело в том что здесь людям показываешь а они вот так говорят да это ладно ладно ну показал и показал а я все равно по своим буду все у нас по поводу толкования Библии да то что вы говорите знаете не знаете но повторюсь мой аргумент номер один то что миллионы 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 различных перетеков знают вашу массорецкую или около массорецкую версию Библии и миллионы людей могут ссылаться на текст и миллионы людей могут приводить то как они лично воспринимают то что написано но при этом миллионы вот этих ответов могут являться большая часть или условно 95% ложью и вы то что человек может что-то там прочитать на какой-то версии искаженной Библии привести свое мнение типа скажите мнение свое зачем свое мнение говорить мы кто такие чтобы говорить свое мнение на тему Библии мы что учителя мы ученики мы должны изучать мнение Бога Слово Божие мнение святых отцов но не свое мнение сувать в голову угла поэтому я и сказал что у вас своя религия потому что у вас свое мнение вы смотрите у вас своего мнения а я говорю что у вас есть свое мнение потому что я привожу не свое мнение я скидываю ссылки на мнение святых отцов вы говорите нет это неправильно это ложь вот он мое мнение это правда получается у вас вера не православная не христианская а вера у вас получается своя лапкинская условно потому что у вас появилось мнению и свои книги до которые отличаются от православных книг и по поводу толкования у нас есть толкование на этот фрагмент более того мы изучаем толкование на феофилакта болгарском но мы изучаем неискаженный во всяком случае к которому есть большое доверие что она неискаженный православных времен а то что вы изучаете скорее всего профи филакта болгарского я лично не поленился открыл параллельно общедоступную русскую версию я сейчас скину пост на сравнение где просто отдельные фрагменты выкинуто что-то добавлено это буквально пару примеров кстати что удивительно совпало это как раз я делал выдержки да из заповеди блаженства и вот вы увидите насколько можно по-разному это воспринимать так вы никак не воспринимаете ответа никакого нет по-разному я говорю как златоусты столковал а вы никак туман один в глазах и ни один не ответит потому что вы не благовестники господь говорит идите по всему миру не сидите с этими пыльными бумагами то идите и проповедовать евангелие а вы зубы скалит кого-то господь живо зубы эти выбьет идите по всему миру иначе вы придете нищие никого нету ни одной души не привел господу а я с книгами сидел уверенно что то такая книга была они написала и ваш может никакой нету доказательства дело в том что я немножко немножко как минимум побаиваюсь бога и в частности то что написано в книгах написано что и же развращает о себе словеса евангельская апостольская они держат яка же исправишься святые мужик да будет проклят я не хочу быть проклят на эти я не хочу идти на рожон вы знаете откуда против бога и поэтому я не хочу от себя толковать это не значит что я не читаю это не значит что я не читаю я между евангелие это не значит что я не читаю толкование на евангелие но вам толковать я же не лжеучитель чтобы проповедовать час кому-то это мое личное дело я ученик я тут не публичная личность с точки зрения вещания правду божий я изучаю но не помещают, потому что я не имею на это право, понимаете? Ну, только... Какое право? Нести хлеб, спасение, право какое-то. Беснова ты только был исцелен и уже по городу пошел проповедовать. Вы говорите, как захрят. Учительское право. Учительское. Понимаете, мы на разных... Я говорю вам, у вас Библии-то в руках нету. Как с вами разговаривать-то? Я называю места, считаю, а это перевели неправильно. Вы языки знаете? Нет. А клевещите на каждом шагу на Слово Божие. Это клевета дьявольская. Перевод синодальный лучший за всю мировую историю. Запомните это. Вашу позицию мы услышали. Благодарю, что откликнулись. Выйти, скажем, честно на разговор. Опять же, подкрепляя свои некоторые доводы, я сейчас отправлю ссылку, где я делал скрины истолкование на старославянском феофилакто-болгарского и искаженная версия на современном русском. Вот это вот то, что можете изучить и почитать, если, конечно, правда важно. Не хочется вступать в дискуссии, в свары, в обвинения там кого-то. Я лишь обличил то, что собственно написано святыми отцами. Вы эти обличения пока не приняли. То есть вы оправдали свою версию толкования, свою версию понимания. Павел, не своя версия. Это святые отцы так понимали. Вы не считали, не знаете. Ну зачем вы неправду-то говорите? Своя версия. Мне как раз говоришь, а своего слова нету. Все по святым отцам. Библию в руках не держал. Ну что с вами разговаривают? А когда я вам говорю, только так будет. Бог будет судить по слову своему. Вся земля сгорит. Никаких ваших этих книжек не будет. Вы даже ноль внимания на... И кто вот, как начали вы там кто-то... Кто пошел проповедовать? По-вашему, что правильно, эти книги. Кто? Кто обратился, покаялся? Ничего нету. Пустышка. Павел, этот... Микрофон у вас выключен. По плодам их узнаете. Вам говорят про проповеду. Вы хотите зацепиться за двуперстное сложение, которым Игнат Тихонович, между прочим, себя осеняет всю жизнь. И сказать, что ты не православный, раз ты у Златоуста это прочитал, если не приведешь мне. Ну зачем вы сюда идете? Глава сразу гордыня. Гордыня и прелесть. Смотрите, у меня сотни... Гордыня и прелесть. Сопрели в этой прелести. Бездействие, что пытаются оправдать этим. У меня сотни аргументов, да. Но если проведем один обличительный аргумент, если человек на него не реагирует, то какой смысл устраивать, простите, базар, да, и приводить другие аргументы, если человеку даешь, а его обличаешь. Ведь разумный человек чем обличается от Гагелилова? В моем понимании. Как минимум тем, что если его обличают во лжи, он не встает в позу в защитительную своей версии. Он говорит, каюсь. Вот как я. Я был в разных ересах. Свои ереси придумал. Я каялся потом. Если я публично это говорил, я публично каялся. Это свидетельствует о том, что мне правда важна. Но я вас обличаю не своими, опять же, словами. Я вам скинул ссылку на рукописи. Если вы покаетесь, это... Вы против всей православной церкви на всем мире. Вы остаетесь против церкви. Болгарская есть, пинская, украинская, белорусская. Вы никого не признаете. А вот туда прилипли к этому разрушителю. Все, больше ничего вам не надо. Всю православную церковь улите. Богохульники. А там сколько монастырей, сколько людей, которые Богу служат. Предлагаю на этом закончить. Чтобы устраивать просто... Благодарю вас, по всякому случаю, что пришли. Мы услышали ваше исповедание. Павел, вы только знаете что? Вы не спешите говорить, что кто-то лжет, и вы кого-то обличили. Вы не знаете здесь про одноперстное крестное знамение. Вы приведите в источники. Давайте не будем... Павел, Павел, скажите. Вы выскачили, как черты стопогерки выскакивают. Вот так. Вы заранее бы сказали вопросы. Я же вас... Так я вам написал, что у нас разговор пойдет про догматы веры. Все. Про догматов веры. Павел, подождите. Дайте теперь я скажу хотя бы минуту. Догматов веры очень много. Вопросов по православной вере очень много может быть у людей. Вот сейчас у меня здесь Златоуста, 12 томов. Неполное есть собрание сочинений. Я сразу вам не открою на что-то ответ. Вы говорите, покажи место конкретно, где написано. Ну, вам объясняют, что сразу это невозможно показать. Вы специально готовились и говорите, вот-вот-вот документы я присылаю. Ну, понятно, ты готовился на эту тему. Вам говорят люди, идите проповедуйте Евангелие. Вы говорите, нет, давай с перстом разберем. Ну, все, уже все ответили вам про перст. Златоуст почитайте, найдете у него там. Я попробую лично. Как это мы почитаем? Вы же сказали, что вы нам приведете после разговора эти ссылки. Я этого не говорил. Я сказал, что после разговора, когда закончится, я попробую это найти на протяжении какого-то времени. 12 томов надо прошерстить. Без проблем, без проблем. Хоть два дня, хоть три, хоть неделя. Без проблем. Я буду ждать. Он будет ждать, но считать не будет. Лукавый какой. Ты просчитай 12 томов. Выписывай нужное. Другим дай. А он будет сидеть и ждать. Все, жизнь паразитов ведете. За чужой счет живете в духовном плане. Ты сам покажи людям путь, чтобы было понятно, чтобы мусульманищи из себя к Богу приходили. Сектанты делались православными. А вы все православие не такое. Вы богохульники самые настоящие. Дух Святой ведет православную церковь. Мы можем соборой нас святых отцов накормить. Ну хорошо, греческая нет церковь, румынская нет, болгарская, польская. Везде есть православные люди. В Австралии, в Америке. Все неправильно. Вы просто богохульники. Абсолютно верно, абсолютно верно. Вы правильно говорите. Вы однажды перешагнули этот шаг. И сейчас хула на Духа Святого изливается из вас. Вам покаяния уже никакого не будет. Все православную церковь тысячелетия гнобит. Духа я не хулил. Я хулил еретико. И могу ответить свои слова с опорой на святых отцов. У нас уже никакого нет. Давай. Заканчивайте, хлопцы. Давайте спать. Благодарю вас, да. Так, все. Главное сказали. Идите, проповедуйте. Все. Вы молодые, может быть. Вы будете перцеплять. Зашли себе. Готов, затошли, который на месте сидит, поразителю за счет кого-то. Давай. Все, отходим. Пока.